сегодня впервые я поднимаю такую важную важнейшую тему как изменение текущего времени дело в том что многие последнее время мне говорят о том что они замечают что в наше время как бы все изменилось и течет лента событий с такой скоростью что не успеваешь только сделать вдох как уже оказывается что ты произвел и еще и выдох и вроде как утром просыпаешься а вот уже вечер и действительно я например вспоминаю свое детство ну допустим там 10 12 лет мы ходили с друзьями от города спаска я тогда еще жил в спаске туда к переправе оки это многие-многие километры и у нас день был такой длинный что мы за эти многие-многие километры сходили там искупались поиграли во что-то где-то призвились отдохнули и потом возвращались и все еще день не заканчивался а сейчас даже в москве съездил в одну точку куда-то в другую глядишь уже на носу вечер я конечно понимаю что это может быть результатом каких-то возрастных изменений когда раньше ребенку казалось что время течет медленно а сейчас уже взрослому кажется что время как песок сквозь пальцы летит но на самом деле давайте посмотрим на ситуацию с ускорением времени через физику может ли это в принципе быть или нет начнем с той самой библии она нам говорит что христианский бог создал солнце и луну для того чтобы они служили нам счетчиками времени раньше этого не было раньше каким-то образом обходились без солнца и луны можно говорить что и не было этого солнца я например уверен что его лет триста тому назад не было вовсе потому что это объект искусственный на мой взгляд так же как и луна но можно и говорить о том что солнце было только не обращали внимание на него вот именно в таком разрезе чтобы использовать его как счетчик времени и вот после введения солнца как именно как счетчика времени получилась такая интересная штука что мы свою жизнь начали считать таким образом что от света от восхода солнца до заката солнца все вот этот вот наш световой день он стал нашим источником о времени о понимании этого течения о том чтобы понимать как наша жизнь реализуется прежде от без счетчика без счетчика времени мы может быть потому что сейчас нет достоверных этих данных но может быть рождались и потом через какое-то время мы замечали что мы уже стали старыми и у каждого примерно уходил на это одна и та же временная величина которая называется жизнь и всем казалось что жизнь такая долгая что она вот течет и течет и течет и течет и течет а когда мы ввели солнце как счетчик более дробных таких моментов то наша жизнь стала более подвержена расчетам то есть раньше мы считали только родился умер то есть у нас вот так вот считалось такая цифровая как говорится манера подсчета то сегодня мы считаем вот так раз два три четыре там 70 лет насчитали это другой счет помните такой старый был советский мультфильм в котором герои мультфильма пытались понять как бегает та или иная животинка у которой разное количество ног один говорит вот пока допустим волк бежит раз-два-три-четыре раз-два-три-четыре то заяц раз-два 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 вот понимаете от таких представлений зависело время за которое время нашей жизни уже проистекала так вот вернемся к этому солнцу когда его сделали это солнце допустим она на какой-то орбите в любой концепции она все равно где-то должно быть и допустим она вращается вокруг земли дает нам тот самый счетный день длина этого счетного дня зависит от параметров солнца и земли с которой она связана во-первых главным параметром всей этой конфигурации является так называемая масса солнца чем она больше или меньше тем она меняет свое взаимное положение по отношению к центру земли либо удаляется либо приближается конечно эти процессы могут быть не столь заметными но если в солнце идут те самые ядерные термоядерные реакции как нам говорит та самая наука то там идет рождение вещества а вещество это то самое увеличение массы если продуцируется вещество больше чем тратится то тогда масса солнца увеличивается и если масса солнца увеличивается то либо за счет гравитации который не существует солнце приближается либо за счет его скорости, скорости Солнца, Солнце удаляется. В итоге, если брать любые все характеристики, физические характеристики этого Солнца, то добиться его стабильной работы практически невозможно. И я думаю, что из всех характеристик, физических характеристик Солнца, либо удаляется от центра, либо приближается к нему. В результате получается так, что периоды, которые мы называем днями, они становятся либо меньше, либо больше. Но поскольку вот сейчас жалобы такие идут, что как-то дни пролетают быстрее, я, кстати, тоже заметил это, что действительно вот только-только и вдруг уже совсем не осталось никаких следов от этого дня. То есть вот так все, года уже только летят, только успеваешь оглядываться. Я думаю, что наше Солнце переходит в состояние, я по физике сейчас изъясняюсь, в состоянии какой-то более массивной звезды. Солнце у нас за счет термоядерных реакций наполняется новым веществом, масса его растет, притяжение к центру Земли вырастает и периодичность движения, то что мы называем днем, укорачивается. Плюс к этому мы видим, что наше Солнце стало более жестким. На это вы все уже давно обратили внимание. И плюс еще у нас стала большая освещенность на Земле. Раньше мы в советское время видели, что как-то все было такое, не то что серенькое, но как бы не пробитое светом, как вот сегодня можно говорить. А в данный момент свет от Солнца такой, что он пробивает нашу атмосферу с такой четкостью, что все становится как в сказке ярким. Вы посмотрите, я когда лет десять тому назад еще занимался с художниками по поводу детских книг и иллюстрации, я тогда еще удивлялся, как у некоторых художников Солнце и небо выглядели каким-то желтым и розовым цветом. Я еще никак не мог понять, откуда, как вы видите. А сейчас вот время прошло, я смотрю, у нас на каждой фотографии, которую публикуют там в интернете, почти на каждой фотографии, у нас уже облака и небо стали розовыми и желтыми. То есть меняется реальность по освещению. Это говорит о том, что Солнце становится ближе, его жесткое излучение становится ближе к нам, ультрафиолетовое излучение становится ближе. И мы уже и подгораем побольше, и уже опаснее оно становится. То есть Солнце к нам приближается. И футурологи много раз уже говорили, что в ближайшем будущем Солнце распухнет до такой степени, что будет выглядеть прямо во весь небосклон таким огромным светилом, и нам будет очень жарко, как на сковородке в аду. И вот из всего моего этого спича, это первое приближение, я первый раз к этой проблеме подхожу, потому что она очень интересная, но очень сложное время, вообще непонятная величина. Так вот, суть моего спича такая, что по всей видимости Солнце каким-то образом приближается к нам и немножко, как говорится, раздувается в размерах. Может быть, не в размерах, а в плотности вещества. Не так это важно. Но самое главное, что в результате физических этих своих действий и перемен у нас время, счетное время дней, меняется с ускорением. То есть наши сегодняшние, например, 50 лет человека соответствуют примерно 40-45 годам человека, который жил пару сотен лет тому назад. Именно по этой причине нам 30-летние люди какой-то древности кажутся стариками. Мы-то думали, что они такие изможденные. Их, мол, там так укатали все эти обычные лесные какие-то упражнения, что там приходится куда-то бегать, за кем-то охотиться. Поэтому они в 30 лет такие были старые. А мы сегодня, смотрите, в 50 лет такие молодые. А оказывается, нет. Дело в том, что мы-то сегодня тоже как друг другу говорим. Да вот так, что если хочешь быть здоров, езжай в деревню, там на свежем воздухе ты будешь моложе выглядеть и все такое прочее. То есть мы себя сегодня за молодостью отправляем в те условия, в которых находились наши предки. Только они почему-то после такого омоложения в 30 лет выглядели старыми, а мы после этого омоложения в 50 лет выглядим молодыми. Так вот, на мой взгляд, проблема здесь в количестве подсчетных дней. Один день сегодняшний гораздо меньше по времени того дня, который был, например, там 300 лет тому назад. И я не знаю во сколько раз, но намного, намного меньше. И возможно, что если нашими днями мерить ту жизнь тех людей, которые были и не больными, и какими-то лишенными стресса, то, может быть, они действительно там жили по 150 лет нашим исчислением. Хотя в то время по их солнцу, если оно было, им было всего лишь, например, там 60-70 лет. Так что давайте вместе последим за солнцем, за длиной вот этого солнечного дня. Может быть, действительно кто-нибудь заметит, что солнечный день настолько стал более коротким, что наша с вами жизнь реальная вот так вот наматывается, просто тык-тык-тык-тык-тык. И мы года свои считаем и думаем, что вот какие мы уже старые, а на самом деле нам еще в колясочке играть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова